Добрый день, меня зовут Лазарев Игорь Александрович, я врач-психиатр-нарколог и сегодня хотел бы записать короткое видео на актуальную и популярную сейчас тему о вреде и пользе вейпов и запрете их, закон который принимает сейчас Госдума Ну в первую очередь хотел бы зайти к этой теме немного с другой стороны о том, именно как молодеет сейчас зависимость и какие способы используют торговцы, общество потребления, чтобы снизить возраст своих потребителей приучая к зависимому поведению, это важный момент потому что вред чисто физический, медицинский от всех этих вейпов, электронных сигарет, обычных сигарет понятно, есть много исследований и если у табакей опыт накоплен годами то в вейпах у нас нет такого количества лет употребления, чтобы делать окончательные выводы с точки зрения психологии зависимого поведения это однозначно бросается в глаза то есть появление сладких конфет с никотином, снюсом вейпов с вкусом шоколада, которые соответственно ассоциируются если тем более производители говорят, что это безопасно, это не сигареты в котором все-таки сформировали негативное положение то почему бы подросткам, иногда детям, я видел 10-11 летних детей которые рекламируют снюсы, рекламируют курительные смеси типа вейпов и не считают, что в этом что-то есть запрещенное или что-то вредное и так далее соответственно, культура зависимого поведения, зависеть от чего-то формируется в очень раннем возрасте то, что во всех этих смесях, практически во всех содержится никотин говорится об этом напрямую или не говорится, но это факт исследования доказали, что там, где не заявлен никотин, его обнаруживают где он заявлен в небольших дозах, дозы гораздо больше, чем заявляются поскольку эта продукция не регламентируется пока и этим, конечно, пользуются производители а что такое никотин? это психостимулятор психостимулятор наряду с кокаином, амфетамином, мефедроном, не знаю имеет он ряд своих особенностей понятно, что он не вызывает таких последствий с точки зрения психики как, предположим, мефедрон или кокаин но его необходимость принимать много раз в день то есть люди выкуривают 20 сигарет в день или те же электронные сигареты употребляются постоянно то есть дофаминовая система мозга находится в таком постоянном напряжении идет постоянное подкрепление с этим связано формирование достаточно быстро такой психической зависимости представляете, что это происходит с мозгом, который не сформировался в 11, 12, 13, 15 лет соответственно, формируется такой, не побоюсь сказать, наркопотребитель или потребитель психоактивных веществ и это может послужить однозначно трамплином поскольку мозг уже привык к стимуляции дофаминовая система не работает без посторонней стимуляции в виде никотина каким следующим веществом, которое выберет данный человек для стимуляции будет алкоголь или наркотики, психостимуляторы типа мефедрона, которые оказались вот так доступны с появлением площадок типа Гидра и так далее то есть ко мне приходила вчера девочка которая с 11 до 15 лет употребляет мефедрон, соли ну, раньше, конечно, это надо было постараться да, то есть какие-то взрослые наркопотребители должны были там, не знаю, совсем какая-то асоциальная ситуация а здесь просто с помощью закладок покупают на Гидре то есть тема такая, на самом деле, на мой взгляд, достаточно трагичная о том, что производители и злоупотребляют ситуации подсаживая, не боюсь этого слова молодых, неокрепших людей на употребление психоактивных веществ и плоды этой ситуации мы пожнем, на мой взгляд, лет через 10 когда будет какая-то очередная волна наркоэпидемии в России спасибо за внимание